Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Ирина Минаева. В Одессе 8 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 19 человек заболели в районах. На стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 28 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 27 одесситов. За сутки в инфекционную больницу привезли 25 человек с подозрением на COVID-19, 5 человек в тяжелом состоянии. Один из пациентов подключен к аппарату ИВЛ. Напомним, в Одесской области лабораторно подтверждены 680 случаев COVID-19, 123 заболевших – жители Одессы. В Украине число заболевших и выздоровевших практически сравнялось. За сутки 402 новых случая. Вместе с тем выписались 343 пациента. Рекордное число за все время пандемии. Умерли 439 украинцев. Вылечились почти 4000. А общее число инфицированных приближается к 16,5 тысячам. Три области Украины и Киев лидируют по числу новых инфицированных. Среди новых случаев коронавируса в Черновицкой области диагноз подтвердился у одномесячного ребенка. Ни одного случая не выявлено за сутки в Запорожской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Тем временем в Украине продолжается ослабление карантина. Теперь на летних площадках кафе и ресторанов можно сидеть за одним столиком вчетвером, а гулять в компании из восьми человек. Почему остановились именно на этих цифрах, в Кабмине не объяснили. С началом снятия карантинных ограничений возобновились и плановые операции в больницах. В то же время жители региона столкнулись с новой проблемой. Лечебные учреждения берут пациентов только с так называемой справкой про отсутствие ковида. Что должно быть подтверждено ПЦР-тестом, который пришлось сделать, рассказывают люди за собственные средства. В то же время в облздраве утверждают, что за исследования отвечает семейный доктор. Лековный заклад, в котором проводится плановая операция, берет обязанность провести исследование на базе своего лековного заклада. Відповідая за это лековный лекарь. За необходимость он может сам выбрать материалы, а может запросить мобильную медичную бригаду, которая создана в каждом регионе Одесского региона. Впрочем, 24 часа и через неделю человек получит результат ПЦР. Если вы негативный, то мы повторного результата не дочекаем, а уже проводим оперативное лекование. Данное тестование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной ланцюговой реакции проводится безкоштовно за кошти державного бюджета. При негативном результате ПЦР-теста пациент может отправляться в лечебное учреждение на плановую операцию, говорят чиновники. Если тест показал положительный результат, то в этом случае вопрос, что делать с пациентом, решается в индивидуальном порядке. Уточняют в Департаменте охраны здоровья. В каждом случае вопрос решается индивидуально. Если он имеет ПЦР, скажем так, позитивный в данном хворе, то решается вопрос о его начале лекования от COVID-19. Возвращается ступень тяжкости захворювания легкий, средний. В решается вопрос, где он будет перебиваться на самоизоляции. Если стан задовольный, если стан будет трудиться, то он будет госпитализированный до специальных закладов, которые занимаются самолекованием хворих на COVID-19. И уже вырешивают, скажем так, маршрут пациента и надание медической допомоги вырешивают уже по живым показаниям. Что касается дополнительных средств оплаты тем медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, то здесь, напомню, также есть проблемы. Про недоплату в областных медучреждениях заговорили на прошлой неделе. На этой скандал продолжился на уровне зама главы облгосадминистрации. Сам глава также попал в новостные ленты всей Украины, когда на вопрос журналистов, опять же, касающийся медицины, не просто не захотел отвечать на него, а и вызвал Нацгвардию. Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС открыть внутренние границы с 15 мая. Вместе с тем, в мае возможно открытие внешних границ для нетуристических путешествий. А с 15 июня рекомендуется открыть внешние границы, восстановив свободу передвижения. Вместе с тем, Еврокомиссия не будет настаивать на том, чтобы страны, которые больше всего пострадали от коронавируса, поступали таким же образом. Вполне возможно, что Испания и Италия откроются позже, а украинский премьер заявил, что карантин в стране будет продолжен и после 22 мая, но станет адаптивным. То есть в разных регионах и разных городах ограничительные меры будут разные. А также считают в правительстве пока не своевременно открывать городское и межрегиональное транспортное сообщение. Его запустят лишь на третьем этапе снятия ограничений, подытожил премьер-министр. В то же время водители межгородских автобусов начали акции протеста. В Одессе они собрались перед зданием облгосадминистрации. Утром 13 мая возле здания Одесской облгосадминистрации выстроились более десятка автобусов. Водители жалуются, что остались за рамками послабления карантина. Главное требование митингующих – возобновить перевозки в пределах области. Надо чем-то кормить семью. Это депрессия. Куда-то пойти сейчас работать. Очень много организаций закрыто и работы нет. Валерий Шилинг работает на пригородном маршруте 46 Одесса-Дачная. Это всего лишь 22 километра от города. Сегодня, по словам Валерия, руководство автопредприятия не может дать четкого ответа, когда поездки возобновят. В связи с этим многие водители начинают увольняться. Если мы даже и запустимся, мы уже не сможем обеспечить то количество транспорта, то есть водителей. Транспорт-то у нас есть. Мы не сможем обеспечить водителями транспорт, который будет вывозить людей на работу. И сейчас с послаблением уже куча звонков приходит на диспетчерский номер. Люди вплоть до того, что уже ругаются, требуются. В городе послабление вы не выходите. Что говорить людям, непонятно. В свою очередь водители готовы соблюдать все карантинные правила. Они предлагают увеличить количество автобусов, сократив интервал между рейсами. Таким образом, удастся перевозить больше людей, не нарушая предусмотренные карантинные нормы. Кроме этого, в случае запуска маршрута будет проводиться санитарная обработка автобусов. У нас много людей, которые живут за межами нашего места, им надо как-то добираться на работу. Послабление карантина вступили в силу, то есть пооткрывались заведения, люди как-то добираются на работу, им надо как-то ездить. Пользоваться услугами такси не у всех есть возможность, поймите это, потому что такси по межгороду стоит немаленьких денег, зарплаты, к сожалению, у людей не такие большие. И мы еще раз взвертаемся до президента Украины, до премьер-министра. Будь ласка, послабьте нормы карантина для таких людей. Еще одна проблема, по словам водителей, нелегальные перевозчики. Их после введения карантина на дорогах Одесской области становится все больше. Это маленькие восьмоместные маршрутки, которые ездят, возят людей без вообще дотримания каких-то санитарных норм. То есть у них ни масок, ни антисептиков, салон автомобиля они не обрабатывают ничем. И я бы хотел подчеркнуть, что когда это все закончится, вот эти вот нелегальные перевозчики, их уже настолько много сегодня, что убрать их с рынка, ну это будет очень титанический труд. Представители облсовета заверили водителей, что вопрос возобновления межгородских пассажирских перевозок будет подниматься на внеочередной сессии. Однако сами депутаты разрешить перевозки не могут. В их компетенции только обращение к обмину. Добавим, что в столице автоперевозчики протестовали в этот день перед кабинетом министров. Они также требуют от правительства возобновления пассажирских перевозок между городами. Похитили бизнесмена и вымогали 400 тысяч долларов. В Одессе обезвредили и задержали членов ОПГ. Преступники выманили 37-летнего бизнесмена на встречу и вынудили подписать долговую расписку на 200 тысяч долларов США. Не получив денег в срок, вымогатели не только удвоили сумму выдуманного ими долга, но и добавили к нему имущество потерпевшего. А самого мужчину похитили и три дня силой удерживали в арендованном помещении, угрожая убить не только его, но и всех членов его семьи. В конце концов, потерпевший совершил несколько операций по переводу части денег. Во время второй попытки получить переведенные деньги, преступников задержали. Ими оказались уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе. Одного из них суд уже отправил в СИЗО, а остальные пока находятся под домашним арестом. В разных районах Одессы за ночь сгорели три автомобиля. Одна из иномарок сгорела полностью. Полиция подозревает по отжоге. Около трех ночи спасатели выехали на улицу Героев Крут. Там горел автомобиль Митсубиси. Через полчаса на проспекте Добровольского вспыхнули сразу две иномарки – Киа и Хюндай. Одна из машин, принадлежавшая 51-летнему Одесситу, сгорела полностью. Предварительная причина – поджог. Погибших и пострадавших нет. В полиции проводят расследование и разыскивают поджигателей. Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Строительство велопешеходной эстакады, которая должна соединить 8-ю и 10-ю станции Большого фонтана, на завершающем этапе. Уже в начале июня, по словам чиновников, там можно будет совершать пешие прогулки и кататься на велосипеде. Сегодня эстакада ограждена забором. Там проводят подготовительные работы для нанесения слоя полимерного бетона. Еще недавно по новой эстакаде на 10-й станции Большого фонтана можно было проехаться на велосипеде. А теперь она снова перегорожена забором. По словам чиновников, ее перегородили, чтобы нанести финишный слой полимерного бетона. Также будут окрашены монолитные железобетонные конструкции с целью защиты от агрессивной морской среды. После этого эстакада будет открыта для горожан. Ну, вообще классная идея, конечно. Очень прикольно. Во-первых, едешь и море, с одной стороны, с другой стороны зелень, и тебя прям охватывает ощущение полета. По нареканиям, дорогу надо доделать все-таки. Потому что там плитка, она ходит туда-сюда. Недоделанная дорога, это единственное. Напомним, эстакаду планировали открыть еще летом 2018 года. Однако сроки несколько раз переносили. И вот теперь, говорят специалисты, до ее открытия остались буквально считанные дни. У Одесского национального университета имени Ильи Ильича Мечникова день рождения. Он был создан ровно 155 лет назад и является одним из старейших вузов страны. А сегодня университет – это ведущий научно-образовательный центр современной Украины. В свое время лицо университета определяли ученые, впоследствии ставшие золотым достоянием мировой науки. Лауреат Нобелевской премии, микробиолог Илья Мечников, а также Александр Ляпунов, Федор Шведов, Иван Сеченов, Владимир Филатов, Федор Успенский, Виктор Григорович. Сегодня коллектив вуза принимает поздравления с поправкой на карантин в онлайн-режиме. Ректор Ану Игорь Коваль пожелал возглавляемому им учебному заведению и в дальнейшем оставаться выдающимся центром новых идей и талантов, твердыней науки и образования. Илья Мечников, Алексей Богацкий, Георгий Гамов, Валентин Филатов, Сергей Королев, Ювеналий Зайцев – эти имена, как и еще множество имен выдающихся ученых, известные во всем мире. Их вклад в развитие науки во многом изменил картину мира. Одесса всегда славилась как город, где огромное внимание уделяется развитию разных направлений науки. И неудивительно, что именно здесь работали великие ученые. А несколько десятилетий назад в Одессе насчитывались десятки научно-исследовательских институтов. Постепенно их число сокращалось, научные кадры уходили в другие отрасли или уезжали за рубеж. О сегодняшнем дне, в преддверии Дня науки Украины, мы говорили с профессором, академиком Национальной академии наук Украины Борисом Буркинским. Одесса всегда славилась выдающимися физиками, исследователями космоса и биологами, рассказывает профессор, академик Национальной академии наук Украины Борис Буркинский. Мы иногда забываем такие исторические, научные, я скажу, ну, крайне по стати. Это, скажем, это Балгамов, это физик, это человек, который, ну, причастен к исследованиям космоса. Это, мы забыли, скажем, такого ученого, нужно не забывать, скажем, что президентами Национальной академии, ну, были два одессита. Можно очень много называть таких знаменитых фамилий, которые, на самом деле, внесли очень большой вклад в науку, не только в прошлом, но и в настоящую в науку, обогатили науку, обогатили Одессу своими именами. Главная цель научной деятельности – это практическая реализация разработок, говорит профессор Буркинский. Борис Владимирович вспоминает, что когда-то возглавляемому им институту удалось решить проблему возможного загрязнения воздуха Одесским припортовым заводом. Шум был большой и в газетах, и каждый старался как можно больше шуметь. Ну, хорошо, мы построили модель, показали, что там четыре хранилища под 10 тысяч тонн. Показали, что если даже одно хранилище, утечка аммиака будет полностью, то облако до Одессы не дойдет. Значит, мы пришли к простому выводу, что объем хранения будет транзитная партия. Вот судно приходит, оно берет там 7-10 тысяч тонн. Вот транзитная партия хранится. Поэтому никакой, вот таким вот сняли эту проблему опасности этого. И с тех, в то время закрыли эту проблему. Нет этой проблемы. Роль науки в современном мире передовых технологий – одна из центральных. И в развитых странах науку поддерживают различными программами, что дает свои плоды, рассказывает академик. Соединенные Штаты, мы говорим «Силиконовая долина». Это не только там кусочек какой-то, это целые города, городки. Конечно, и это IT-технологии оттуда пошли все. Вот это тот прорыв, который сегодня этот регион дает примерно 26% бюджета Соединенных Штатов. Финансирование науки в современной Украине сведено до минимума. От законодательно закрепленных 1,7% ВВП ученые получают 0,2%, говорит Борис Владимирович. Младший научный сотрудник должен получать не ниже средней по промышленности. Давайте посмотрите, у меня штатное расписание перед глазами. Около 5 тысяч младший научный сотрудник, а по промышленности вы знаете и 17, и 20. То есть мы на науку не тратим, а хотим иметь результат. Наука и экономические разработки, в частности, могут и должны быть учтены в государственных реформах. Однако сегодня этого не происходит, констатируют ученые. Мы создаем видимость реформирования. Посоздавали комиссии, комитеты, оценочные и все остальное. Мне кажется, что должен был, как раньше, когда это был комитет по науке и технике, где все государственные программы, национальные программы были в руках, эти программы, финансирование. И этот комитет определял приоритеты развития науки. Однако, несмотря ни на что, профессор Буркинский с оптимизмом смотрит в будущее. И верит, что наступит день, когда государство повернется лицом к науке и к ученым. Если человек занимается наукой, его же не остановишь. Это хобби, говорят, на всю жизнь. А если это еще не хобби, а работа, это на самом деле на всю жизнь. И вот если, опять же, под руками у меня были материалы отчета Академии наук за прошлый год, за прошлые пять лет, вы видели, сколько много и хорошего сделала Академия наук. То есть она нужна. Ведь все прорывные работы, которые идут, это сегодня достижения, будем говорить, науки. Оставлять личные вещи и деньги в автомобиле не стоит. В очередной раз напоминает правоохранителей. И уже тем более, если двери авто не закрыты. На Таирова вор из салона незапертого автомобиля украл мобильный телефон. Вскоре парня задержали, теперь он может четыре года провести за решеткой. А на Гагаринском плато обокрали одесситку. Знакомый похитил у женщины сумку с ноутбуком, личными вещами и украшениями. Она сразу обратилась в полицию и детально описала приметы вора. В курортном переулке инспекторы заметили похожего мужчину и задержали его. При осмотре у 26-летнего местного жителя нашли вещи, которые узнала потерпевшая. Злоумышленника отвезли в отделение полиции. Избил и забрал сумку с ценным имуществом. В Малиновском районе задержали грабителя иностранца. Наглое ограбление средь бела дня на Черемушках. Рядом с одесситом остановилась машина, из нее выбежал неизвестный. Напал на мужчину, избил его и забрал сумку с вещами, стоимость которых пострадавший оценил 14 тысяч гривен. После грабитель сел в машину и уехал. В тот же день личность преступника установили. Им оказался 24-летний уроженец одной из стран Закавказья. Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. За грабеж и насилие ему грозит до шести лет заключения. Полиция ищет похищенное имущество, которое злоумышленник успел продать. В Одесской области трое предприимчивых граждан организовали канал незаконной переправки нелегалов за границу. За свои услуги они брали до 2000 долларов. Организаторов незаконного бизнеса, граждан Украины, Молдовы и Турции, задержали пограничники. Пограничники подольского отряда совместно с правоохранителями задержали преступную группу, члена которой за деньги переправляли нелегалов через границу. Украинец, турок и молдаванин помогали иностранцам нелегально пересечь украинско-молдавскую границу. За переправку одного мигранта дельцы брали от 500 до 2000 долларов. Всем троим предъявили подозрения. Им грозит до 9 лет лишения свободы. Изменения климата, отсутствие дождей и снега влияют на падение уровня воды в главной водной артерии Одесской области Днестре. Человеческая деятельность также наносит ущерб природным богатствам региона. В частности, до сих пор проблемным остается решение вопроса с крупнейшим водопропускным сооружением на Нижнем Днестре, говорят специалисты. Речь идет о нарушении водообмена в районе моста на 52-м километре автодороги Одессы-Рени. Именно под этим мостом до проведения ремонта автодороги Одессы-Рени был канал, который обеспечивал водообмен Днестра с прелиманными заплавами Днестровского лимана даже при небольших объемах сбросов из Днестровского водохранилища. Однако при проведении ремонта дороги и строительства нового моста канал был засыпан. В том месте, где должна протекать вода, установили бетонные плиты, что привело к значительному уменьшению поступления воды в плавневую территорию. Эта проблема требует немедленного решения, говорят ученые. Вода для днестровских плавнів надзвичайно важлива не тільки для того, щоб запобігти пожежам, а і для того, щоб зберегти унікальну флору і фауну, яка мешкає в Нижньодністровському національному парку. Ми знаємо, що низів'я Дністра – це є об'єкти смарагдової мережі, які охороняються не тільки законом України, а і європейським законодавством. Тобто ми повинні врахувати потреби і населення для питних потреб, і сільгосподокористувачів для потреб води для зрошення, і унікальну систему дністровських плавнів, яка зберігає в собі ряд червонокнижних рослин і тварин. Но пока ситуація не критична. Водность Нижнього Дністра в большей степени зависит от регулирования стока Дністровського водохранилища. Дождевой паводок, который сформувався в начале мая, в верховях Дністра дает возможность увеличить объемы сбросу воды в низових реки. Таким образом, в ближайшие дні уровень воды в Дністрі несколько повыситься. Підніметься рівень води в Дністрі. По-перше, збільшиться можливість надійність подачі води сільгосподокористувачам. Подача води буде надійнішою, тобто ми не будемо переживати, що при певному пониженні рівня ми не зможемо подати воду. Тобто ми будемо впевнені, що сільгосподокористувачі 100% будуть забезпечені і в подальшому водними ресурсами. Ну і, звичайно, заповняться дністровські плавні. Межиріччя Дністр Турунчук, заповняться плавнева система дністровського водосховища. І це дасть можливість покращити екологічну ситуацію в Ніжнєдністровському національному парку в цій величезній плавневій системі. В то же время, кажуть спеціалісты, небрежне обращення з природними ресурсами, відсуття екологічної культури можуть привести к весьма печальним послідствіям. І якщо вже сьогодні не приймати дійственні мери, нове поколення може лишиться множества ресурсів, які дарит нам планета Земля. Пандемія коронавируса внесла коррективи в самые разные аспекты жизни, в тому числе і в жизнь военных і призывників. Весенній призыв в цьому году начнется на місяць позже обычного, в мае, а отправка новобранців к местам прохождения служби – после окончания карантина. О том, кто должен проходить службу, кто имеет право на отсрочку і на прохождення альтернативной воінської служби – далі в нашому репортажу. Пандемія пандемії, а призыв по розписанню, говорят воєнні. Призыв проходить згідно указу президента України в період з травня по липень місяць. А відправки вже почнуться після закінчення карантина. Призыв – це не тільки відправка. Із Одеської області планирується призвати на воєнну службу около 900 новобранців. В Одеської області прогнозується відправити близько 900 людей, юнаків до Збройних сил України та інших військових формувань. В Одеської області буде відправитися до Збройних сил України, до Державної прикордонної служби України, до Національної гвардії України та Державної служби спеціального транспорту. Пройти срочну службу, согласно Конституції України, должны все мужчины. Однака в некоторых службах время призыва може бути відсрочено. Навчаються в вищих начальних закладах, за сімейними обставинами, за религійними переконаннями. Ну, не религійними переконаннями, а священнослужителі, які закінчили духовні семінарии та інших. Однака стремяться постигать азы воїнського діла далеко не все. Маса клоністів, вони всі знаходяться у розшуку у нас. Їх близько 40% від тих, які повинні йти служити. Есть люди, які уклоняються від служби не потому, що просто не хочуть али бояться йти в армию, але і з-за определенних взглядів, наприклад, по религиозним мотивам. Їм можуть предложити альтернативну службу, однака, во-первых, служба эта бывает почас сложнее традиційной, а во-вторых, одних слов о том, що взгляда і мировоззрення не позволяють брати в руки оружіе, недостаточно. Альтернативні служби ті проходять, які мають інші религійні переконання. Вони проходять службу на пів року більше, ніж обычний строковик. Вони до першого, якщо мають религійні переконання, вони до першого лютого кожного року повинні подати документи до районних державних адміністрацій, тому що комісія з питань альтернативної служби знаходиться в районні адміністрації того району, де проживає призовник. І вже комісія приймає рішення, відправляти його на альтернативну службу чи ні. Військовий комісторій не приймає рішення по цьому питанню. В тому случае, якщо комісія подтвердить право на прохождення альтернативной служби, то цей людина буде зайняти в сферах охорони здоров'я і соціальній допомоги, в будинці, сільському хазісті, в різних отраслях промисленні чи в сфері транспорта. Після прохождення такої служби все одно потрібно буде встати на учет. Після прохождення альтернативної служби громадянин України, перебуває в південний срок після закінчення служби альтернативної, перебуває до свого районного територіального центру, комплектування та соціальні підтримки, та стоїє на військовий облік, як військового завов'язання. Однак на военній збори этот гражданин направляться не буде, но в случае необходимости он може бути направлен на ликвидацію последствий аварії, катастроф или стихійних бедствий. Наступила весна, время обновлений. С послаблением карантинных мер люди стали больше бывать на свежем воздухе, встречаться друг с другом, назначать свидания, устраивать совместные прогулки. Для многих этот период был сложным, и поэтому сейчас хочется получить больше новых ощущений и начинать нужно с себя, например, сменить гардероб. Успели ли горожане подобрать новый облик к весне, с таким вопросом мы обратились к одесситам. Ну, еще не обновился гардероб в весне и к лету, только собираюсь поехать. Ну, просто надобностей не было, если честно. Наверное, сейчас нету в приоритете находится, несколько изменилась наша жизнь, и все-таки люди стремятся больше к созданию домашнего уюта. Скажем так, это не первая необходимость для меня, поэтому пока не собираюсь. Какие-то минимальные к лету вещи куплю, а так, чтобы обновлять заново, что-то нет. Да, я люблю переделывать одежду. Вообще, я училась на швию, и поэтому для меня не проблема, тем более, что я люблю что-то делать своими руками. Вот, и мне это даже удовольствие приносит, чтобы что-то переделывать, вот, одежду. Вот, и получается что-то такое креативное. Природа обновляет свой гардероб каждую весну, и это вдохновляет, дает новые силы и радость. А для человека это возможность ощутить себя кем-то другим, кем-то более легким и счастливым. В Одессе всегда ценили образы, которые позволяют выделиться из толпы. создавать настроение себе и окружающим с помощью одежды и аксессуаров настоящее искусство, и его ценили во все времена. О подготовке к лету после новостей в программе «Тема дня» рассказывает дизайнер, создатель собственного бренда смарт-одежды Елена Гудис. Что нас больше всего сейчас радует? Это голубое небо, это цвет молодой листвы, вот эта буйная зелень, особенно у нас в Одессе на юге. Это распускающиеся цветы. И вот нужно применительно к своему гардеробу выбрать вот такие жизнерадостные цвета. Не обязательно одеться как незнайка из сказки, когда желтая рубашка, оранжевый галстук, зеленые штанишки. Нет. Можно, конечно, использовать базовые цвета, но обязательно. Не знаю, это может быть сумочка, это может быть шарфик какой-то, блузочка, майка, футболка. Ну, в зависимости от того, в каком стиле человек одевается. Но обязательно оденьте на себя что-то яркое. Идите по нашему городу. И вот как улыбка, чтобы была на лице. Самое главное, что вы себя вот сразу же, вот как только вы вот так вот оденетесь и выйдете на улицу, вы уже себя поднимете вот по эмоциям на высокую планку. И люди будут идти смотреть на вас, какой вы такой красивый, замечательный. человек улыбается, и у всех будет тоже хорошее настроение. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго.